Всем привет, меня зовут Саша, и сегодня я предлагаю провести зажигательный эксперимент. Итак, поговорим сегодня о тканях. Передо мной лежит три атласа. Они все драпирующиеся, скользящие, блестящие, шелковистые. Но есть ли среди них настоящий шелк? Сегодня и проверим. Но давайте для начала поговорим, что такое вообще ткани. Ткань – это полотно, которое создается из волокон, которые ткут на специальных станках, чтобы создать ту ткань, которую мы потом с вами будем использовать для одежды. И вот атлас, как я вам уже сказала, название этой ткани, батист, муслин, поплин и так далее, и так далее – это все виды плетения. То, каким образом перекручиваются и сплетаются нити. А вот состав – это то, из чего эти нити сделаны. И если так говорить, то по большому счету все виды составов можно разделить на три большие категории. Давайте начнем с простого. Первое – это ткани синтетические. Всем вам известный полиэстер. Кто его не знает. И синтетические ткани создаются химическим путем из полимеров и из нефтепродуктов. И вот что же будет с синтетической тканью, если ее поджечь? То же самое, что и с вашим пластиковым пакетом. Синтетическая ткань не горит, она плавится, пахнет немножечко таким, знаете, чем-то пластиковым горелым. И самое важное – она образовывает такую вот… Главное, не трогайте сразу, потому что можно обжечься. Но когда она подостынет, и вы потрогаете, то образуется такая корка очень жесткая, то есть ткань реально сплавилась. То есть если вы будете плавить свои пластиковые контейнеры, получится примерно то же самое. И в целом, да, в этом и минус синтетических тканей, что это пластик. То есть они не дышащие, они не пропускающие влагу. То есть если вы когда-нибудь носили полиэстер, вы знаете, что в нем жарко, в нем кожа не дышит, в нем потеешь, еще на нем могут оставаться капли и все такое. Но если вы используете полиэстер для какой-нибудь непромокаемой одежды, например, да, то это будет очень даже полезный материал. Ну, либо вы хотите создать платье, которое не будет так сильно мяться, как натуральное, тогда его, конечно же, тоже можно использовать. В целом, вот она, ваша синтетика. Следующий, второй вид ткани – это ткани натуральные. Все мы их, конечно же, тоже знаем. Это лен, хлопок, шелк, шерсть, альпаки всякие, значит, викунии, бамбуки и так далее, и так далее. И здесь тоже есть у нас две подкатегории, да, есть ткани растительного происхождения, есть ткани белкового происхождения. Если говорить о растительном, то это, конечно же, наш любимый хлопок, наш любимый лен, бамбук, конопля и так далее, и так далее. Вот у меня есть лен, и что будет со льном, если его поджечь? Аккуратно. Видите, он горит. Хорошо так горит. И дальше он не будет образовывать никакую корку. То есть я могу этот пепел вот так вот снять, и он будет легко осыпаться. Совсем другой вид, нежели у пластика, да, если вот так сравнить. То есть вот он у нас, полиэстер пластиковый образовал корку, и вот наш прекрасный лен, который просто осыпается. И на запах, чем-то похоже на запах жженой бумаги на самом деле. Давайте посмотрим. Вот у меня есть хлопок, да, сорочечная хлопковая ткань. Что ж ты не тухнешь? Та же самая картина, то есть хлопок тоже так же хорошо горит, да, при этом вот он все. И дальше я могу этот пепел, он не образовывает никакой корки, и он растирается в пальцах. Соответственно, запоминаем, натуральные ткани растительного происхождения горят ярким пламенем, и при этом образовывают пепел, который легко растирается в пальцах. Пахнут, на мой взгляд, немножечко как будто как бумага. Теперь давайте посмотрим шелк. Этот шелк я купила в Катаре на рынке за хорошие такие деньги. Сейчас я отрежу маленький кусочек, и все думала, что же из него шить. Может быть, вы видели у меня шорт на эту тему, как я съездила в Катар за тканями. Вот, собственно, этот шелк я там и прикупила. Шелк – это белковая ткань, да, шелк, шерсть. Они будут пахнуть примерно как жженые волосы. Еще пишут, что пахнет горелым рогом, но я не знаю, как пахнет горелый рог. Мне это больше похоже на запах жженых волос. И я однажды подожгла себе волосы от чужую свечку. Они у меня резко вспыхнули, потухли, и потом классно пахли и образовывали, знаете, такие комочки. Вот то же самое должно произойти с шелком. Это не шелк! Вы представляете, меня обманули, мне продали полиэстер под видом шелка. Реально, то есть все, у меня ткань скрутилась. Так же точно, как тот полиэстер, который я вам показывала до этого. Да, все, тут образовалась вот эта вот корка. Блин, надо было с зажигалкой идти на рынок в Катаре и жечь там при них. Блин, спасибо катарским продавцам! Как так? Ну, у меня есть небольшой вот кусочек. Это лен с шелком. Будем надеяться. Ну, нет, на самом деле, я знаю, что это лен с шелком, я купила эту ткань в Италии. И смотрите, когда у нас смесовая ткань, да, у нас два разных волокна здесь. По долевой, может быть, одно волокно, да, а по утку другое. И тогда я вот так сейчас его расчехлю, чтобы как раз-таки определить, где что. Потому что, смотрите, если я просто вот так подожгу, горит. И пахнет желаной бумагой, но даже не бумагой, а чем-то другим. Такой немножечко непонятный запах, конечно. Не знаю, как его описать. Может быть, это и есть тот самый желанный рог. Осыпается, да, растирается. А теперь я попробую поджечь вот эту сторону, вот эти нити, которые я здесь вытащила. Все, они тухнут, и на них образуются вот такие вот комочки. И комочки тоже легко растираются. То есть это не пластик, да, который не растирается в пальцах. Они снимаются, растираются. И вот это именно и есть шелк. И вот, да, это пахнет, как жены волосы. Сразу такой флешбек в тот момент, когда я выходила на сцену в школе выступать с какими-то стихами, и, значит, и махнула волосами по чужой свечке. Вот такой же точно запах. Ну что же, теперь вас не обмануть никаким псевдо-шелком, если вы будете покупать его где-то, и вам будут слезно доказывать, что это шелк. Просто скажите, хотите проверить? Если откажутся, значит, стопудово не шелк. И, наконец, давайте перейдем к третьему виду тканей. И это ткани искусственные. И, пожалуйста, не путайте их с синтетикой. То есть вы видели, что происходит с синтетикой. А это у меня вискоза, искусственная ткань. Она горит. То есть ведет себя совсем не так, как наш любимый полиэстер. И пахнет как раз-таки сжженной бумагой. Почему? Потому что вискоза делается из целлюлозы. То есть целлюлоза, знаем, что это такое, это наши деревья, это наша бумага. Но ткань называется искусственной, потому что она выполнена из натурального сырья, натурального происхождения, как целлюлозы. Но создана искусственно, потому что все-таки в дереве нету тех волокон, как в хлопке, как в вольне, как в шерсти и так далее. Поэтому не бойтесь покупать искусственные ткани, не путайте их с синтетикой, да, потому что они имеют те же свойства, что и ткани натуральные. То есть они дышат, они пропускают влагу, да, они мнутся, да. Но при этом они тоже могут иметь вот такой вот красивый блеск, да, и они могут драпироваться. И при этом это ткани огромного назначения. Поэтому, пожалуйста, вискоза, купра, коди, все это может быть очень классным и применяться вами в разных самых нарядах. Поэтому вот такой я сегодня был экспресс-эксперимент. Я вас спросила, что из этой ткани шелк натуральный? Ничего. Но в целом, как вы видите, да, из разных волокон могут создаваться похожие ткани по своим свойствам, да. Шелковистые, драпирующиеся, а уже они будут синтетическими, натуральными или искусственными. Это уже выбор за вами. И затем, что вы хотите носить поближе к своему телу.